Здравствуйте, меня зовут Дарья и вы смотрите еженедельный видеодайджест о проекте SkyWay. Уже 5 выпусков мы работаем из дома, чтобы вы были в курсе актуальных событий и жизни проекта. Поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите главные новости о технологии SkyWay в домашнем формате. Смотрите сегодня в выпуске. Сотрудники ЗАО Струнные Технологии рассказали, зачем нужны макеты транспорта SkyWay. Арабские телеканалы показали выступления Анатолия Юницкого и транспорт SkyWay. В нашем блоге вышла статья о вреде автомобильного транспорта для природы. Остановимся на этих событиях более подробно. Как вы думаете, зачем проекту SkyWay деревянный конструктор? Оказывается, он помогает строить макеты струнного транспорта и выбирать самые эффективные решения для будущих моделей. По словам дизайнера ЗАО Струнные Технологии Дмитрия Игнатовича, похожую технологию применяют на многих автомобильных производствах. Вместо дерева там используют специальный пластилин. У деревянного конструктора SkyWay есть несколько преимуществ. Например, любые детали можно быстро поменять и использовать весь набор заново. Конструктор Александр Волков показал, как выглядит деревянный макет в собранном виде. Сейчас с помощью него разрабатывают комфортный салон будущего транспорта. Как только испытания закончатся, сотрудники проекта смогут приступить к производству подвижного состава из металла. Видео о макетах для транспорта SkyWay смотрите в описании. В каждой стране с коронавирусом борются по-своему. Например, арабские страны запустили передачу Let's Challenge Corona, участником которой стал основатель SkyWay Анатолий Юницкий. В выступлении конструктора увидели зрители 25 телеканалов из Палестины, Туниса, Египта и других стран. Передачу также показали в Арабских Эмиратах, где развивается струнный транспорт. Именно там в 2019 году началось строительство инновационного центра SkyWay. Анатолий Юницкий присоединился к важному в стране движению и выделил личные средства на одну из благотворительных акций. Передачу показали выступления Анатолия Юницкого из Экотехнопарка и кадры струнного транспорта, а ведущий поблагодарили конструктора и проект SkyWay за поддержку. Как вы думаете, как эта передача повлияет на популярность SkyWay в Арабских Эмиратах? Поделитесь своим мнением в комментариях. Чтобы отдохнуть от новостей про коронавирус, заходите в наш блог на сайте. Там мы публикуем статьи о финансах, экологии и технологии SkyWay. На этой неделе в блоге вышла статья о том, как автомобильный транспорт вредит природе. В ней мы подробно рассказали, почему личный автомобиль мог стать причиной глобального потепления и как проект SkyWay делает транспорт экологичнее. В новом материале вы найдете интересные факты и актуальную статистику, а также узнаете, как самостоятельно помочь окружающей среде. Ссылка на новую статью в описании под видео. Это были все новости за неделю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи!